EndNote пригодится в первую очередь студентам и младшим научным сотрудникам. Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. На самом деле не только младшим, но даже средним и не побоюсь этого слова старшим научным сотрудникам он также пригодится. EndNote это библиографический менеджер, который помогает вам собирать, сохранять и обрабатывать научные ссылки. Дает возможность просматривать и сортировать собранные ссылки на различные записи. Работает как плагин к браузеру. После установки он просит нас пройти регистрацию, имя, фамилия, почта и пароль. Все это забиваем и проходим дальше. Далее он просит найти свою организацию, чтобы получить доступ к библиотечным подпискам. Ресурс иностранный, поэтому тут в основном иностранной научной организации. Я выберу, например, вот такой институт и продолжу. Далее небольшая настройка. С этой информацией мы сможем работать и в другом месте. Тут просто поставлю, что я студент. Далее. Он дает нам первую PDF-ку как образец. Из нашего хранилища мы можем этот PDF загрузить на компьютер или поделиться на него ссылкой с помощью электронной почты. Ну или любым другим способом. Короче, теперь у нас есть ссылка. Если у вас установлено приложение от EndNote, то можно экспортировать информацию в него, нажав экспортировать в EndNote. С помощью функции Push to EndNote Web можно отправить ссылки или PDF-файлы непосредственно в группу по вашему выбору. Но для этого у вас должен быть создан аккаунт в Clorivity Analytics. На этот ресурс я разбирать не буду, но если у вас появится интерес к нему, пишите в комментариях, разберем. Следующая ссылка «Посетить страницу журнала». С помощью нее мы попадаем на страницу, откуда мы и достали PDF. Далее кнопка «Получить цитату». Эта кнопка оформляет нам ссылку на документ, из которого мы берем цитату. Сколько я помню нервов я потратил на оформление ссылок. Особенно, если вдруг забыл записать, откуда ты ее взял. Менеджер тегов добавляет теги к PDF для удобства поиска. Далее настройки. Первая галочка «Всегда сохранять PDF в мое хранилище». Если она стоит, он будет автоматом добавлять все PDF, по которым мы зайдем к нам в библиотеку. Достаточно удобно, ничего не пропустим. Далее наши персональные данные. Сменить пароль или почту. Удалить аккаунт. Далее настройки уже самого EndNote. Жмем Customize. Первое, что он нам предлагает, это выбрать по каким ресурсам он будет осуществлять поиск. Первый вариант это WebScience. На нем нужно регистрироваться, чтобы получить доступ в библиотеке. Я его пропущу. Покажу другие два. Для демонстрации возможностей, я думаю, этого хватит. Выбираем ресурс PubMed. Забиваем в поиске то, что хотим найти. Например, Morphine. Ресурс англоязычный, поэтому пишем по-английски. Он нам нашел 442 статьи с содержанием нашего запроса. После обработки информации EndNote пишет, какие PDF публичные, а к каким нужен доступ. Нажимаем на иконку EndNote и он выводит список того, что мы можем посмотреть, опять же с пометкой, какие PDF публичные. Выбираем публичную PDF. Он нам ее открывает сразу в EndNote и параллельно сохраняет в хранилище. Так как мы не убрали в настройку галочку, всегда сохранять PDF в хранилище. Все ссылки подсвечены синим цветом, текст можно копировать. Вернемся и перейдем в Google School. Google School воспринимает поиски на русском языке. Вводим искомую фразу, я опять забью морфин. Кстати, отличная группа. Три участника, ударник, бас, саксофон. Наредко можно встретить группу без ритм-гитары, при этом качают ого-го. Но здесь почему-то он не находится, при том, что выдает результаты на несколько страниц. EndNote анализирует информацию постранично. Смотрим, что мы можем открыть. Некоторые предложенные ссылки он не может прочесть. В некоторых нужен доступ, но есть и публичный. Открываем. Как и в прошлый раз, он нам ее сохраняет в хранилище автоматически. PDF полностью подготовлен к работе. Далее в настройках есть менеджер ссылок. Он влияет только на экспорт ссылок на PDF из хранилища. Будет скачан файл, совместимый с вашим библиографическим менеджером. В хранилище мы можем удалять сохраненные PDF, вставить на них теги, либо копировать ссылки для цитата. Выше можно добавить PDF в избранное, или воспользоваться поиском по сохраненным PDF. Да, на вот наше время приходилось все это записывать ручками, да еще и в библиотеке. Но тогда и деревья были большими. Все любите друг друга, вообще учиться стало проще, но как это повлияет на качество обучаемых, пока непонятно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.